Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья, и вы уже в восьмом выпуске проекта Black Mesa. Если вы только въезжаете, что это такое? Это мой проект по переделке рабочего места, того, который находится сзади. Если вы не видели предыдущие выпуски, то я создал на них плейлист, он просто в описании к этому ролику идёт. Так что смотрите все выпуски, начиная с первого, если не видели. В этом выпуске я буду ставить вот такой вот контроллер, плата расширения, ещё на 4 USB 3.0. Почему мне такая штука необходима? У меня на рабочем столе куча гаджетов, которые просто уже не влезают во все разъёмы на компьютере. На материнской плате все разъёмы забиты. То, что вынесено на переднюю панель, всё забито. Приходится использовать либо уже разветвители, но это, кстати, тоже не всегда хорошо, и какие-то пары разъёмов прям чисто тупят именно на материнской плате, почему-то я не понимаю, почему это происходит. Я сегодня собираюсь доставить компьютер, его немножко внутри облагородить и поставить туда вот эту вот плату контроля, как, конечно, называется. Давайте это сделаем. Если вы, кстати, не видели предыдущий выпуск, то я повесил, я думаю, что все уже заметили, второй монитор. Это Asus 279 PGA Swift, очень крутой, 144 герца. Он у меня всегда стоял, но я его снял, когда вот повесил вот этот телек. И, короче, телек очень круто смотрится. И сделаем такую же подсветку. Ну, это я говорил в том же выпуске. Ладно, погнали устанавливать. Поставил себе на рабочий стол значки Black Mesa. Так, теперь что нужно делать? Выключаем комп и достаём системник оттуда. Кстати, не знаю, дрова встанут, не встанут, потому что в комплекте с этим контроллером шёл вот такой диск, но мне его, к сожалению, вставить некуда. Ну, может быть, на 10-й винде всё будет работать автоматически. Поставлялся вот в таком целлофанчике. Контроллер. Большой плюс в том, что когда компьютер выключен, то можно перейти и прям посмотреть, к примеру, YouTube. Если его здесь найду, да, вот прям к своему YouTube иметь доступ. И вот прям все мои подписки. О, 400 тысяч подписчиков. Посмотрим. Долго загружается. Ладно. Поздравляем. 400 тысяч. Так. Ну что, блин, комп и здесь не видно, нифига. Так, ладно, сейчас подсветим. Конечно, не очень сейчас красиво смотрится, но зато по обычному, по-живому, по-людски. Весь грязный внутри, вообще просто ужас. Здесь все USB-шки, они вообще все заняты. И вот очень неудобно. Сейчас я вытащу дисплей-порт. У меня даже дисплей-порт погнулся. Знаете почему? Потому что не хватает вот этого натяжения. То, что идет от монитора. Вот здесь прям спускается. Вот от этого. Идет. И вот еле-еле дотягивается. Это 1,8 метр. Но зато только через него дает нормальную герцовку. Не могу найти нормальный кабель, если вы знаете, где достать дисплей-порт. Кабель, который изначально продают. И на нем написано, что он поддерживает больше, чем 24 Гц. Потому что я вам рассказывал, предыдущий кабель, который купил за 500-600 рублей, трехметровый, он, короче, не работает. Потому что он дает какую-то одну хрень. Вот так вот. Педальки снимаем. А, вот, кстати, потому что руль, потому что педали, потому что VR. Все это, короче, подключено к компьютеру, чтобы это постоянно все не передергивать. Мне не хватает просто тупо USB-шек на нем. И поэтому сегодня буду устанавливать такую маленькую плату. Посмотрим, как она будет работать. Надеюсь, не так же, как и кабель за 600 рублей дисплей-порт. Но я еще уверен, что у меня не самое страшное, что вообще творится по проводам с компьютером. Вот они все у меня туда выведены. Ну, короче, здесь полный таз. Сейчас надо все вынимать. Там пыли. У-у-у, вот там в углу. Пыли до хрена. Но скоро буду прощаться с этой коробкой, потому что совершенно неудобно с ней ничего делать. А то сын здесь все заляпал. Постоянно это что-то делает. И вот с этими проводами надо что-то будет решать. Все вообще убирать и тоже делать такой же минимализм, как здесь. Ну и самое интересное. Не вынимал его, отсюда уже хрен знает сколько. Опа! Вообще не помню, когда это последний раздел. Фух! Hyper PC. Вынут. Давайте с вами посмотрим. Вот за ним какая вообще штука творится. Ох, сколько пыли. Ну, сверху здесь тоже все. Видите, как? По-нормальному. То есть у меня все вот эти вот раз, два, три, четыре забиты. Ой, у меня там вообще в микрофоне что-то. Так, надо вообще поднять. И сзади все. На материнке забиты все разъемы. Так. Фокус. О, фокус. 3.0 И 2.0 То есть какие-то, короче, вот из этих, вот какие-то вот из этих, они прям тупят по-сильному. То ли здесь вообще чуть не работает. Я так не смог разобраться. Короче, какая-то лажа. Вот с этим. Здесь USB BIOS flashback. Но этим я не пользуюсь. Короче, обычно как USB работает. То есть все вот эти разъемы у меня заняты. Сейчас, я думаю, наверное, какой-нибудь здесь получится. Может наверх поставить. Ладно, сейчас, во-первых, надо все это разобрать. И достать питание 4-х пиновое. Обратная сторона моего ПК. Это первый SSD. Он, по-моему, на 512. Corsair. Еще у меня стоит этот ADATA на 240. Я вот так и никуда не закрепил. Может сейчас есть самое идеальное время для этого. Так, ну с этим все понятно. Самое прикольное в этом деле, что крышечка просто снимается. Это безумно удобно. Хоп. Ее, кстати, надо протереть. Здесь мы обнаруживаем кучу пыли. Просто до хрена. 980-я TI. Ну, перевернутый. Потому что здесь все, так можно сказать, в реверсе стоит. Потому что корпус перевернутый. И все вверх ногами. Вот так, правильно. Просто вверх ногами. Так, сейчас пойму, что буду занимать. Ну, наверное. Ну, вот он. Да, сюда и поставим. Так, какой здесь-то из них разъем. Блин, нифига не понятно, какой откручивать. Все. Немножко он посветил, чтобы было видно. Вот сюда ставим. Немножко пыли смахиваем. Что касаемо самой платы. Сейчас поближе покажу. Все так положим. Здесь свой собственный чип. Плюс сейчас потребуется еще 4-пиновое питание. Сюда подключить. И на выходе у нас 4 еще USB 3.0 образуются. Надеюсь, что все сработает. Ну, а теперь, конечно, самое интересное. Это надо найти 4-пиновый свободный разъем. Его освободить. Ну, их, точнее, здесь много. Его нужно освободить из плены. И провести его вот сюда вот. Чтобы там уже подключить. Теперь надо найти, откуда проще это будет сделать. О! Целый патронтаж освободил. Сейчас только здесь немного свою подсветку светодиодную подвину. Вот это как раз сюда пойдет. Ну, а свет все равно не видно. Все. Поставил. Конечно, из-за того, что здесь все так в натяжку. Вот здесь получается у меня подсветка питается. Вот этот блок. Прям сюда попадает. Надо как-то его подвинуть. Неудобно это. Когда здесь стоп проводов. Не, конечно, в HyperPC прикольно. Здесь все так уложили. Я бы сам так никогда не смог. Посмотрите на слой пыли. Оп. Тут немножко фильтр съехал. Какие здесь шматки. Но это я сейчас убирать не буду. Потому что это надо отдельно заниматься. Это должно быть настроение, что ли, под это. Все, конечно, так закрою. Но зато это протер дверцу. Сейчас протестим скорость на вот таком вот жестком диске в 4 терабайта. Давайте подключим. Ну-ка, вот мой любимый Interstellar 34 гигабайта. Перекопируем. Упаль. Поднялся. На, все, что. Будет упаль. Ну, 126 метров в секунду. В принципе, неплохо. Вроде пока держит, держит, держит. Давай 130. Ну, нормально, ништяк. Пойдет. Отлично. Рабочему месту прибавили еще немножко функций. Потому что 4, все-таки, USB 3.0, они многое решают постоянно. У меня все жесткие диски подключены. Сейчас еще один появится новенький. Кстати, может быть, в следующем выпуске мы как раз его и достанем, распакуем. Потому что я собираюсь добавить еще кучу-кучу памяти, чтобы сделать этот рабочий стол просто идеальнейшим для себя. Черное мясо, ставьте пальцы наверх, поддержите меня в комментариях и пишите, что еще тут улучшить. Хотя, никому, наверное, не прислушаюсь, потому что все идет. Я даже не знаю, откуда это идет. Просто вот придумываю. Но идея добавить все-таки в комп USB 3.1 в виде Type-C, меня мучает. Прям идея. Хочется. Потому что у меня есть как раз выносная вот эта хрень, Thunderbolt. Так, надо этот вопрос решить. Потому что если я покуплю плату для USB Type-C, это не факт, что будет Thunderbolt. Короче, я пошел читать на эту тему. И все, всего вам хорошо. Пока. Продолжение следует...